здравствуйте друзья рад вас приветствовать у себя на сайте у себя на видеоблоге victan.info и темой сегодняшнего моего видео выпуска будет ответ на письмо моих читателей и моих подписчиков и так сразу хочу еще раз напомню что все вопросы присылайте ко мне на сайт victan.info там есть на главной странице рубрика вопрос ответ туда можно задать любой желающий не надо мне вопросы задавать во всех соц сетях а под каждым роликом в youtube youtube и смотри . ком и так далее и тому подобное на всех интернет ресурсах на всех интернет ресурсах естественно мне нет возможности на все вопросы ответить итак на сегодня у нас лаконичные но как мне показалось очень хороший вопрос который интересует кстати многих а и даже очень многих и так вот задали мне вопрос очень вас прошу рассказать так как вы умеете на простом и доступном языке что такое некра привязка я так понимаю это некротическая привязка да вы правильно понимаете это что покойника привязывают к живому и живой меняет свою судьбу и живет жизнь покойника я правильно понимаю как определить если некротика на самом деле вопрос действительно очень объемный немножко не так как вы написали хотя и такой вариант уже не исключен и так что же такое некротическая привязка существует два мира мы живем в этом мире а умершие живут в другом мире и связь между двух миров это называется некротическая привязка дело в том что поэты некротическим привязкам я бы сказал некротическим каналом уходит часть живительной энергии из нашего мира туда в ответ часто люди получают информацию с того мира что делать им в этом мире как им быть допустим правильно поступить и так далее и тому подобное люди вообще часто стараются получить как можно больше информации с одной стороны это правильно но с другой стороны мы только что и делаем это что всю жизнь мы делаем скажем так выбор это некротическую привязку можно было получить по неосторожности по незнанию можно получить магическим путем и есть люди которые делают ее умышленно но в этом видео я не буду на разбирать именно как делается на умышленно скажу только два слова это делают серьезные практики для того чтобы получать информацию из потустороннего мира и работать на этой информации дату сделать запросы умерших получать ответы это уже серьезные практики которые достигли некого уровня как можно получить по незнанию по незнанию к примеру очень часто легко получить это беременная пойти на кладбище это некротическая привязка практически 90 наверно 8 9 или 99 и случаях будет обеспечена почему потому что очень легко беременной подцепить какую-то сущность поэтому при правилах когда я делал вы видео вы ролики видео выпуске правила посещения кладбища там четко говорил что а беременным категорически запрещено ходить на кладбище многие могут сказать что я кого-то пугаю и все остальное слушайте я говорю то что я знаю вы хотите ходить ходите я вас не буду останавливать потом когда придете сразу скажите я не послушалась тебя и вот подцепила я тогда буду точно знаешь с вами делать или или такому как я придете потому что многие сначала смеются там издеваются пишут мне гадости ребята ну не нравится не смотрите не верите но проходите мимо я же к вам не лезу не лезьте ко мне говоришь говоришь людям они все равно делают по-своему сделал видео выпуске делал рассказывал как правильно вести себя на кладбище парадокс заключается в том что приходит товарищ товарищ который отметил понимаете вот вдумайтесь в это слово он не пришел навестить на проводы до своих усопших родственников он пришел отметить туда понимаете они только там шашлык по-моему не жарили но копчененькое мяско там жареное она была правда принесена собой тогда было еще шашлык на могилке а чушь забацит там не вопрос сделать какую-то свадьбу там короче он там буханул остался просыпается он от того что сильно ему холодно ну протрезвел же да и парадокс заключается в том что ты меня сейчас подумаешь и я реально сумасшедший но мне показалось это мужчина представьте что было бы женщина мне показалось что я с кем-то занимался сексом вернее кто-то прыгал реально извините за уважение но на моем члене он говорит прыгал понимаете а вроде я не придал это значение понял что бухать надо меньше повернулся ушел ну вот сколько там прошло прошло то всего то ничего там две недели а уже есть реальные изменения в его жизни все вот так вот пошло кубарем мало того он уже не может спать он уже у него приступы агрессии неконтролируемой агрессии вообще непонятно что творится с ним у тебя бухать курить гулять и так далее и тому подобное так если говорить тянуло то гулять ну попробовал я говорит а с потенцией то не не очень хорошо поэтому нашему человеку сколько ни тверди пока он не наступит на собственные ограбли он все равно не поймет и не поверит это ну хотите такой путь избирать так не пишите злостные комментарии не выглядите смешным в своих комментариях и так поехали дальше значит человек легко может некротическую привязку подцепить на кладбище понятно это с этим определились не только беременной а неправильным поведением на кладбище неправильной просьбе к примеру разбрасывание своих личных вещей плеванием подписал и так далее и тому подобное поймите на кладбище есть как упокоенные души так и не упокоенные души это понятно да а не упокоенные души они не только на кладбище они могут находиться мертвяки как еще их называют и в жилище и в помещениях и на улице и так далее и тому подобное сущности на самом деле очень много ходит я не собираюсь вас пугать но мы иногда можем замечать их по и периферийным зрением что что-то там мелькнула блеснула и так далее и тому подобное либо допустим на фото видео аппаратуру либо под инфракрасным излучением если посмотреть примеру съемку провести днем то при хорошей аппаратуре можно очень много чего интересного как говорится заметить поэтому меры предосторожности те которые теряют и легко могут подцепить себе некротическую привязку то есть мертвяка также существует еще такая некротическая привязка часто распространенная это тогда когда кто-то умер из родственников а в особенности ну что ж в особенности вот четыре дня назад я встречался с женщиной женщина грамотная приятная такая знаете вот на такие говорят деловая баба все понимает психология нормально держит себя рука все у нее погиб 27 летний сын был единственный и мы встречались по другому вопросу не поэтому и у нее фотографии в сумке были а я как раз ходил со свечой и свеча так закоптила ну то есть изменила я сразу сказала это ваша сумка и там что-то некротическое лежит она такая была удивлена да и там фотография оказывается умершего сына она таскает ее за собой ну как бы мне действительно с одной стороны очень сложно сказать что лучше такую фотографию не носить почему потому что можно развить не критическую привязку все-таки сын как бы но лишь могут не понять ну я же сказал что с психологией у женщины все нормально и она меня выслушала и я я практически уверен что она сделает правильные выводы то что я порекомендовал кстати не помню где-то недавно делал выпуск там где говорил что если есть фотографии умерших людей в особенности те которые висят там в прихожей на кухне там где глаза в глаза встречаются их надо убрать вот понимаете не надо и сжигать их не надо выкидывать их просто надо убрать с видного места почему потому что глаза в глаза есть некоторые момент воспоминания значит следовательно идет видоизменения вашей энергетики а если есть видоизменения вашей энергетики значит следовательно что значит следовательно защита ваша будет падать раз ваша защита энергетическая падает значит следовательно легче построить именно сам некроканал. Что такое некроканал, кстати, я, по-моему, не сказал. Вот представьте себе человека, да, от этого человека отходят такие тоненькие трубочки. Тоненькие трубочки, они, как правило, такого темного цвета, ну, видящие поймут меня. И идет по этим трубочкам такой, знаете, как отсос некоторой энергии. Как правило, такие трубочки подсоединены лоб, грудная чакра, то есть четвертая чакра, третья, она не сильно подсоединена, потому что мертвяков не особо интересует, чем вы питаетесь, это для здорового. Сексуальная чакра обязательно, горловая, ну, и обязательно район третьего глаза для того, чтобы работать с интуицией. И вот с этих чакр сосется реально идет отсос отсос, интересное слово, конечно, но отсос, реальный отсос энергии идет в потусторонний мир. Поэтому для того, чтобы не терять эту энергию, для того, чтобы человек себя нормально чувствовал, я не рекомендую делать привязки. Сейчас я говорю для обычных, нормальных людей, не для практиков. Понятно, два слова скажу о практиках. Понятно, есть практики, которые умышленно себе подцепляют мертвяка, беса, помощника, либо сущность, либо делают некритическую привязку, то есть, к определенной душе. Как правило, этого идут на кладбище, делают по госту подношения, идут, выбирают себе какого-то полкового покойника. Но тут главное не ошибиться, какого, то есть, выбрать такого активного и прозорливого, скажем так, и просят его и цепляют к себе для того, чтобы получать некую информацию. Но каждый серьезный практик понимает, что так или иначе, являясь магом, не магом, все равно его надо будет кормить. Тем более, сам пришел, сам попросил, но будь любезен, значит, и содержи его. Но если серьезный практик, допустим, маг знает, как это делать, да, как кормить, как, скажем так, заботиться и все остальное, да, как питать, скажем так, некротическую привязку, то обычный человек не знает, как это делать и не понимает, почему у него слабость в ногах. А почему слабость в ногах? По одной простой причине, потому что, как правило, мертвяк, то есть, некротическая привязка, особенно тогда, когда человек сидит, когда человек сидит, привязывается к ногам, почему у него ослабевает общий фон энергетики, почему он не высыпается, почему у него резкие смены настроения, и смена настроения вплоть до суицидальных наклонностей, почему неконтролируемые приступы агрессии и так далее и тому подобное. А вы понимаете, что тогда, когда происходит некротическая привязка, ну, наносятся яркие краски из жизни того покойного на человека. Поэтому настоятельно рекомендую, если у вас есть такие родственники, которые умерли, которыми вы сильно были привязаны, любили их и так далее и тому подобное, отпустите их. Отпустите. Дело в том, что, может быть, эти родственники, родные, и не хотят вашей энергии, а вы сами время от времени отдаете и подключаетесь. Знаете, это как навязанное добро. В конечном итоге получите по шее. Да, важным моментом получения некротической привязки это похорона. Тогда, когда покойник. я сейчас, может быть, сделаю неправильно, но привык говорить правду, поэтому расскажу. У меня есть, хотел сказать, масса, ну, достаточно, вернее, не масса, а достаточно знакомых людей, с которыми я не только дружу, ну, как дружу, сотрудничаю, но и по деловому сотрудничаю для того, чтобы был доступ в морг. Почему? Потому что на самом деле, ох, сейчас практикам не понравятся многим мои высказывания, ну, что же сделать. На самом деле, работа на кладбище это хорошая, это серьезная работа, это очень серьезная, это работа с потусторонним миром и так далее и тому подобное. Но не хватает все равно того связующего звена, который идет между этим миром и тем миром. Так вот, покойник является именно тем связующим звеном и на самом деле в морге как раз присутствует его душа, которая еще стоит, и она не знает, что делать, наблюдая за своим телом и вообще в шоке, еще непривычное состояние и так далее и тому подобное. И вот это вот самые такие, такие, скажем так, щепетильные моменты, тогда, когда можно и подцепить некропривязку и нацепить другому и так далее и тому подобное. К чему я эту тему завел? К тому, что если кто-то будет умирать или вы где-то на похоронах, очень внимательно смотрите, чтобы к покойнику никто ничего не подложил. В особенности не подложили ваши какие-то либо вещи. А некоторые делали вообще настолько глупость, что я встречал разные ко мне люди приходили, я понимаю, что они не знали, но понимаете, незнание не освобождает от ответственности. Такой вот пример хранили отца и для того, чтобы сэкономить деньги, понятно, что нехватка денежных средств и так далее и тому подобное, взяли, одели отца в костюм сына. Представляете, в костюм сына и потому что тот поправился, отец как раз похудал и как раз этот костюм по размеру, скажем так, подошел. А этот же костюм уже как бы и не надо получается сыну, да, взяли, похоронили в костюме сына. Потом сын по непонятным причинам начал чахнуть, как бы понятно, да, почему. А все такие разводили руками и не могли понять, что же случилось. Некоторые по доброте своей душевной, вот я знаю женщину, которая любила мужа, который там гулял, изменял и все остальное, для того, чтобы он ее помнил и на том свете, взяла, положила свою фотографию, свои трусики, мало того, даже не стиранные, свой лифчик, трусики, все в гроб. Ну, как бы вы же понимаете, что в морге допускают родственников и работники, которые работают в морге. ладно, все же мы люди и некоторые, как бы, за определенное количество денег могут и допускать и в морг, вы же понимаете, да, для работы. Поэтому, ладно, тот, кто хочет, тот догадается, что я имею в виду. Поэтому, есть масса прецедентов, когда на улице порчи, именно до того, еще как, как вытянут из морга, ну, как вывезут гроб вместе с покойником. Фу, я выдаю такую информацию иногда, а потом еще некоторые, блин, орут там на меня, там, таты, такой-сякой. как бы, хочется с вами поделиться, обманывать вас не хочется, но, ладно, не знаю, насколько я это правильно делаю. Поехали дальше. Так вот, тогда, когда еще до этого уже, получается, группа может быть заряженной. И заряженной, естественно, уже с подселенцем. Также подселенцев можно вообще, честно говоря, найти и на перекрестке, поднять что-то, поднять деньги, поднять какой-то товар, получить некропривязку можно и через подклад. Люди любопытные опалятся на этом. Это тогда, когда там какой-то подклад сделали, им надо развернуть, посмотреть, что там. Зачем? Понятно, это не ваше, но спалите его. У меня есть видео, как работать с подкладом, как убрать этот подклад, как засыпать его солью, как зажечь костер, какие круги надо начертить и так далее и тому подобное. Все же есть в свободном доступе. А я же за это деньги не беру. То есть, я к чему веду? Так или иначе, это некротическая привязка, через которую уходит жизненная энергия в потусторонний мир. Понятно, да? Теперь, смотрите, человек, если молодой и сильный, ну, как бы, может замечать какую-то такую вялость, недостаток энергии, слабость, невысыпание, плохо ему, некоторые чуть постарше вообще сползают с кровати и не высыпаются. Естественно, чакры работают либо на одного человека, либо сразу на нескольких человек. Ну, вы же понимаете, что надо будет кормить еще одного. Отвязаться, просто так, потом сказать, мертвый куш, чтобы он оставил, да ничего подобного. Просто так не отвяжетесь, почему? Потому что тут надо делать обряд, обряд возврата и так далее и тому подобное. Кстати, вспомнил, в моей практике был случай, когда женщина обратилась, кстати, она осталась так и недовольна, но я знаю, что она смотрит мои видео. Недовольная, сейчас поймете, почему. Она обратилась ко мне, что у нее есть подселение. Я действительно определил, что это подселение. У нее на руках, вот моют руки, да, чистое мыло, чистая вода, вот просто моют руки, раз, волосы, вот щита волосы постоянно на руках, понимаете. Убрала волосы все, раз, опять волосы, и вот она все время периферийным зрением видела, она понимала, как ее держат за ноги, она это все ощущала и даже ощущала, как прикосновение к телу. С этим, конечно, ужасно было жить, но на самом деле, как мы потом начали работать, почему она осталась недовольна, потому что она надеялась, что я уберу, а это у нее родовое подселение. Родовое, она оказалась потом, как я ее начал задавать вопросы, мы по скайпу работали, потому что она не с моей стороны, по скайпу работали, она оказалась потомственная, просто она не хотела этим заниматься, ну, это же не говорит о том, что хочешь или не хочешь. Ей род выделил, дал, вот, скажем так, охранника такого, получается, охранника, подсказчика, она им не пользуется и хотела отказаться, ну, за это, естественно, была наказана. Ну, с родом, вы же понимаете, очень сложно, можно провести обряды, но то, что я ей предлагал, она не хотела делать, а то, что она хотела, я ей говорил, что малоэффективно, ну, вот так мы и не сработались, как бы, я сказал, что я работать дальше не буду, почему, потому что это родовое, надо делать то-то, то-то, а она сказала, нет, я этого делать не буду, ну, и на этом, на нет, и суда нет, как говорится, поэтому, как бы, вот, на таких условиях и остались. Так вот, это я вспомнил еще случай с собственной практикой. Ну, так вроде бы все рассказал, или что еще, что еще важное осталось? Ну, могу еще рассказать, что некоторые практики, там, к примеру, специально делают себе такие поселения, для того, чтобы чистки делать, чтобы перебросы делать, чтобы сбрасывать в тот мир, чтобы иметь связь с тем миром, а также ставить защиты, но я не знаю, насколько вам это все надо, почему, потому что это уже разговор больше для практиков, но никак не для вас, друзья. И в заключение, два слова о том, что делать, если вы подозреваете, что у вас есть это все-таки подселение, что у вас есть некая, скажем так, некая привязка, но и лучшим образом, будет первонаперво, только не обижайтесь, вы же знаете, я говорю свои вещи, называю своими именами, задать себе психологические вопросы, это самое первое, если вы уверены, убеждены, что вы психологически здоровы, я еще раз прошу прощения, за такое высказывание, но очень много людей, которые приходят, говорят, ну а у меня там куча подселенцев, и все остальное, на самом деле, у них, ну, не все хорошо, с мозгом. Так вот, если вы уверены, что вы здоровы психологически, то тогда, первое, это самоконтроль, четко взять на самоконтроль, когда, при каких обстоятельствах, во сколько активизируется, во сколько, какие проявления, откуда, желательно знать, кто, во снах, не бойтесь, подпустите, узнать имя, и так далее, и тому подобное, почему, потому что, если это подселение, с примеру, по роду родовое, да, если он, а ваш родственник, то надо будет навести справки, на каком кладбище захоронен, значит, следовательно, надо будет пойти на то кладбище, и провести некий обряд, это все практику, очень серьезно поможет, главное, без паники, собрать волю в кулак, трезвый, холодный, и рассудок, и опытный практик, и тогда, подселенца можно убрать, но надо будет, так или иначе, делать, некоторую работу, так, в заключение, хочу, что, пожелать вам, чтобы вы о самых страшных вещах, только слышали, из моего видеоблога, а на собственной жизни, не ощущали это, чтобы жили в радости, в благости, мирного, неба над головой, и до новых встреч, до новых встреч, всего вам доброго, с вами был Вик Тан, ты еще не подписался на мои видео, напрасно, дальше будет, интереснее, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok